Приезжают на машинах, пьют, распивают. С приходом тепла жизнь в этом тихом микрорайоне кардинально меняется. Уютная улица из места неспешных прогулок и отдыха превращается в пристанище для любителей алкогольных напитков. Тем более, что ходить за ними далеко не надо. Магазин продает ходовой товар прямо в доме номер 6Б по улице Курской. Такое соседство жители пятиэтажки терпят уже три года. Признаются, больше закрывать на это глаза нет сил. Очень страшно и очень страшно смотреть, когда приходят семьями и маленькие дети смотрят, что делает папа и мама в том числе. И детки идут и в садик, и в школу, потому что здесь и садик рядышком с нашим домом, и православная гимназия. Дети все это смотрят и все это видят. А мы не можем открыть окна, потому что у нас целый день нецензурная брань, запах сигарет, который уже давно строговать. Они все выходят здесь, они, извиняюсь, здесь испражняются, потому что сами понимаете, что такое лето. Своих посетителей торговая точка ждет с 10 утра до 10 вечера. По крайней мере, такие часы работы указаны на входной табличке. Но местные жители уверяют, на деле магазин закрывается почти в полночь, а бывает, что и под утро. То есть неприятный запах и брань прямо под окнами владельцы квартир вынуждены терпеть почти круглосуточно. Выходят сюда, курят, весь этот дым, вот, пожалуйста, у нас же квартира здесь, весь этот дым, все эти матюки, иногда и драки бывают, все это мы слышим. Зачем это нам надо? И ссорят, мусорка стоит, бросают мусор, эти бычки и стекла, все. На улице Курской живут инвалиды по зрению. Для многих из них шаговая доступность продуктовых магазинов жизненно необходима. Однако вместо молока, хлеба и масла людям с ограниченными возможностями предлагают разливной алкоголь. Хотя раньше как раз на месте этой торговой точки продавали продукты. За помощью в решении проблемы жители микрорайона обратились на портал «Активный горожанин». Жалоба была услышана для проверки работы пивных магазинов, организована межведомственная комиссия. Проверяем практически всю работу, всю деятельность этих торговых точек. В первую очередь, конечно, внимание обращаем на те точки, которые не соответствуют требованиям федерального законодательства и размещаются с выходами на дворовую территорию данного жилого дома. Таких торговых точек у нас на территории города сейчас осталось 13. Эти торговые точки в кратчайшие сроки должны будут прекратить свою деятельность. В отношении остальных, я думаю, что в рамках работы рабочей группы выявляется очень много нарушений. Они привлекаются к административной ответственности как владельцы помещений, которые сдают в аренду для размещения подобных торговых точек помещения, так и сами собственники за те нарушения, которые выявляются в рамках проверочных мероприятий. В составе комиссии представители управления потребрынка, комитетов по управлению округами, полиция, налоговики. И если с налоговой службой предприниматели предпочитают не ссориться, соблюдают все требования федерального законодательства, то у остальных ведомств вопросов к бизнесменам достаточно. Вот и наглядный пример. Чтобы отложить разбирательство, торговая точка внезапно закрывается на учет. Мы хотели посмотреть, вы торгуете пивом? Реализуете пиво? Вот до учета вы реализовали пиво? Конечно. Реализовали. А вы слышали закон в Нагородской области? Этот закон запрещает продавать пиво в магазинах, имеющих выходы во дворы многоквартирных домов. Представители торговой точки спешат заверить, у них нарушений нет. У нас тут вход закрытый, мы там через тот вход не ходим. У нас вот центральный вход, там служебный вход. Вы даже можете пройти и посмотреть, там весь этот служебный вход. А можно мы пройдем и посмотрим? Ну пожалуйста, с той стороны. Проходите. Да, у нас там закрытый служебный вход. Заходим во двор и видим, дверь действительно закрыта, объявление об учете на месте. Но вот местные жители явно по привычке направляются за покупками, и тем, что сегодня им тут не рады, немало удивлены. С этой стороны вы заходите в этот магазин? Заработает? Да, здравствуйте, заработает. Замечательно. А вы знаете, что там реализуют пиво? Знаете? А вы знаете, мы пиво не пьем, поэтому не интересуемся. Вы вообще ходите в этот магазин? Да, заходим. Ну, покупаем там хлеб, молоко. То есть этот вход со двора работает? Да. Что-то не сказали, что нет. А вы знаете, что там реализуют пиво? Да, знаю. Ну, негативно. Оснований для повторного посещения магазина у комиссии более чем достаточно. Всего же межведомственной рабочей группе предстоит заглянуть с проверкой в 333 объекта, торгующих пивом. Только с начала этого года число таких торговых точек в городе увеличилось на 55. Каждую обещают взять под пристальный контроль. О проблеме пивного алкоголизма все громче пытаются заявить и медики. Болезнь коварная и практически неизлечимая, констатируют врачи. В печени ничего болеть не будет. Все нормально, все хорошо. А потом, когда заболит, мы говорим, что это уже стадия, на которой вам нужен пожизненный прием лекарств. Работать вы не сможете. Полноценная жизнь у вас тоже как-то становится под сомнением. Человек, как же так, я же уже давно не пью. А это уже не имеет никакого значения. Цирроз печени сформировался. Если человек еще употребляет алкоголь на этом фоне, цирроз печени прогрессирует настолько быстро, что через несколько лет наступает смерть и ничего нельзя сделать. Кроме цирроза, алкоголизм может привести к гепатиту и сахарному диабету. Во всех трех случаях последствия необратимы и требуют постоянного приема лекарств. Ежедневно в гастроэнтерологическое отделение второй горбольницы поступают один-два человека с подобными диагнозами. Именно любители горячительных напитков дают основную статистику посмертности. Не скрывают медики. Особенно опасен алкоголь для подростков, молодых людей и девушек. Привыкание происходит быстро, а шансов дожить до старости практически нет. Елена Коржова, Александр Поддубный, Дмитрий Ерема. К этому часу Белгород.